Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. А я вот провожу, провела уже урок, а сейчас активно детки занимаются спортом у меня после урока. Потому что вот такие уроки на свежем воздухе, на берегу моря, я советую проводить всем учителям. Не ленитесь, не стесняйтесь любить детей. Детей надо любить. Не стесняйтесь. И я понимаю, что вам не хочется ничего делать, что вы за эти два года, 2019, 2020, уже 2021, совсем разленились, потому что вам понравилось дистанционно. Но, дорогие мои, жизнь идёт, детям нужен воздух, детям нужен йод. Без йода идёт умственная отсталость. Спросите любого профессора. Любого. Без йода дети отстают в развитии. Самое лучшее – это когда вот таком вот воздушно-капельным путём мы получаем йод. Вот активно бегая, активно занимаясь спортом. Не лежать на пляжике, а именно ходить, гулять, бегать. Это же важнейший микроэлемент, из-за которого потом идёт отставание развития и в плане роста физического развития, и гормонального развития, и в плане умственного отставания. Первая двойка – это значит, беременная девочка не ездила на море. Это значит, беременная девочка не ела тунец, скумбрию, ламинарию. Это значит, беременная девочка не знала о том, что ей нужно необходимо больше всех принимать йод. Вот. Йод измеряется в микрограммах. И поскольку у нас идёт сейчас курс нутрициологии, я советую взять ручку и записать. Дети от года до 8 лет должны каждый день получать 90 микрограмм йода в день. 90. Дети от 9 до 16 лет должны получать каждый день 120 микрограммов йода в день. Взрослые – 150 микрограмм. Мужчины – 200 микрограмм. Беременные женщины – 220 микрограмм. Кормящие матери – 290 микрограмм. Кому это говорят? Разве в школах рассказывают учителя на уроках биологии и анатомии, что когда вы входите вот в такой момент, а это у вас будет, помните, вам немедленно надо, неважно осень это или зима, выезжать на море, или это межсезонье, или весна. Вам надо выезжать на море, вам надо активно гулять по берегу моря, вам надо устраивать пикники на берегу моря, вам надо гулять по берегу моря, если вы беременна, если у вас маленькие детки, если вы кормящая мама. Это просто необходимо. Лучше в колясочке укладывать на берегу моря своего ребеночка. Море – это не значит лечь на пляже, лежать, зайти, искупнуться, выйти и опять лежать до умопомрачения. Нет. Море – это значит получать максимум, максимум здоровья. Самый простой способ – приезжайте на море, когда вы уезжаете, наберите как можно больше морской воды, как можно больше, дома поставьте чайник, пусть он покипит. Вы занимаетесь своим делом, а чайник кипит, и вы вдыхаете вот этот пар, который выпоровывает чайник из морской воды, и вы вдыхаете через легкие. Если у вас не получается часто быть на море, периодически включайте себе вот такие вот 10-дневные курсы. Запаситесь водичкой. Теперь, почему у нас уникальное село, железный порт? Потому что мы находимся в том месте, где вот как только заканчивается село, сразу начинается биосферный заповедник. У нас нельзя ничего сливать в море, у нас нельзя строить заводы, фабрики и так далее. И у нас самое отдалённое село от города, самое отдалённое. Поэтому у нас чистота изумительная в плане экологии. И море чистейшее. Это не сравнить ни с Одессой, ни тем более с Крымом. Крым – это вообще туда лучше не ездить, потому что там скопление вот этих вот всех лодок, подводок. А подводные лодки – это такая радиация огромная. Это настолько опасные места. Поэтому там, конечно, делать нечего. Так же, как и Сочи. Грязь и слив всех экскрементов. А вот если вы возьмёте наше место не потому, что там… Я и выбрала это место, железный порт. Я его и выбрала, потому что это жемчужина. Это уникальное место в Украине. Уникальное. Один только йодовый гейзер чего стоит рядышком. Йодовое озеро. Вот посмотрите, как дети набегают, как они радуются. У них щёчки розовые, они румяные, они холёные, они здоровые. И насколько они соображают быстрее, чем городские детки. Уж у меня колоссальный опыт. И мне есть чем сравнить. Насколько они… А потому что их мамы, мамочки беременные, они на берегу моря выгуливали. И их колясочки на берегу моря выгуливались. Вот поэтому эти детки очень сильные. Недостаток йода – это неполноценное когнитивное развитие. Запомните. Что такое когнито, инкогнито? Когнито переводится «познание». И говорят «когнитивный диссонанс». А диссонант – это несозвучность, а когнито – познание. Получается состояние психического дискомфорта индивида и столкновения в сознании, конфликтующих представлений, идей, верований, эмоциональных каких-то реакций. Человек агрессивен, у него не хватает йода. Как это важно? И вы знаете, есть семь признаков того, что у вас не хватает йода. Вообще, чтобы узнать, есть ли дефицит, надо 10 дней сдавать кровь, сдавать мочу, чтобы узнать, есть у вас, например, недостаток йода. Вот как узнать? Вот представьте, чтобы измерить количество йода, нужно измерять концентрацию йода в моче как минимум 10 дней непрерывно. На сегодняшний день, я не знаю, как у вас, но у меня это невозможно. Но есть признаки, по которым всегда можно определить, что не хватает йода. Йод – это, первое, хроническая усталость. Если у вас хроническая усталость, вам ничего не хочется делать, упадок сил, вялость, сонливость. Вот одна из основных функций этого гормона в щитовидной железе является обеспечение организма энергии. Когда щитовидка отказывается в вас обеспечивать энергии, когда в вас агрессия, вас все раздражает, ну вы же плохо себя чувствуете, и вам все не так, и все не то, вот это первый признак. Вот это первый признак – хроническая усталость при дефиците йода. И потом у них мышечная слабость, мышцы болят, ломят. Вот такие симптомы должны побутить человека обратиться к врачу или начать почаще употреблять ламинарию и выезжать к морю, брать вот эту водичку, кипятить. Дальше, можно не кипятить теплой водичкой, чистой, если в чистом месте берете, полоскать горло, полоскать носик тепленькой водичкой каждый день в течение 10 дней и просто ставить чайник, пусть бы он кипел бы у вас. Вот таким вот образом, вот такие вот существуют секреты, которые вы прекрасно можете использовать. Второе – отечность. Вот это симптом йода-дефицита. И я замечаю людей, невооруженным глазом, у которых не хватает йода. Чаще всего при нехватке йода отечность проявляется под глазами, а также на ногах и на руках. При этом принимать мочегонные средства в данной ситуации не только бесполезно, но и опасно. А люди увидят отечность и сразу, давай мочегонку, давай при приеме таких препаратов, если это связано с йода-дефицитом, из организма вымываются полезные вещества, еще больше йода вымывается. И это приводит к нарушению водно-солевого баланса. Так учил Иван Павлович Неумывакин, покойный. Вот так. Дальше, профессор, доктор медицинских наук. Это второе. Третье. И если нарушается менструальный цикл. У женщин дефицит йода, это нередко сопровождается нарушениями менструального цикла, поскольку при этом нарушается общий гормональный фон. То есть опять щитовидка плохо работает. При длительной нехватке йода возможно развитие бесплодия и наступление преждевременного климакса. Вот что такое нехватка йода. Представляете? Если йода-дефицит развивается в период беременности, то это настолько негативно отражается на состоянии плода, возможно врожденные патологии, даже самопроизвольный аборт. Значит, что для этого делать нужно? Употреблять рыбу, употреблять морепродукты, ламинарии, выезжать к морю, дышать, активно гулять на берегу моря. Потому что воздушно-капельный путь – это один из самых эффективных способов восстановить йода-дефицит свой. Потому что через легкие в легких столько крови, вы себе представить не можете. Легкие – это просто как мешки кровяные. И когда вы дышите выхлопными газами, представляете, ваша кровь насыщается выхлопными газами. А когда вы выезжаете на море и делаете прогулки, пробежки, вот берете прямо 10 дней на море, или хотя бы даже 3 дня, и вот дышите, ходите, не лежите, не сидите. А вам надо активно ходить, чтобы он, этот йод, впитывался в легкие. А в легких огромное количество крови размывается по всему организму. И вы таким образом насыщаете себя. Там не только йод, там целый-целый комплекс, целый комплекс. Мне, например, несложно взять вот деток, вот как я беру, и выводить. Я знаю, что я их благословляю таким образом. Я знаю, что никакие учителя, потому что, ну это надо любить, детей надо любить, понимаете. Они не будут это делать. Поэтому я беру их в охапку и вывожу. И вот такие уроки благословенные, они, помните, у меня есть видео, где мы там в лесу экотуризмом занимаемся. С другой стороны, они в сосновом бару такое количество кислорода получают. Или вот так вот к морю, и вот здесь на море получаем, так же собираем какую-то грязь и уносим с собой. И потом я сжигаю. Ни в коем случае не допускайте, чтобы йододефицит развивался в период беременности. Итак, третий был у нас признак нарушения менструального цикла. Четвертое. Снижение иммунитета. Вот если у вас частые простуды, это симптом дефицита йода. Йод, он играет важнейшую роль в поддержании нормальной сопротивляемости организма. При нехватке йода организм становится таким уязвимым, что ли, к вирусным, бактериальным и даже грибковым инфекциям. Грибки просто присасываются к людям, у которых йододефицит. Поэтому посмотрите, понаблюдайте, окружают ли вас люди агрессивные, особенно после зимы. Это люди, которые не едят рыбу. Вот эта вот картошечка, макарошки, макарошки, картошечка. Вот эти лентяйки, как я называю хозяйки-лентяйки, которые кормят своих детей, мужей, картошечкой, макарошки, макарошки, картошечка. Это, конечно, просто бич. Бич 21 века. Иметь такие колоссальные знания на блюдечке с голубой каемочкой и не внедрять их в свою жизнь. Но я считаю это преступление. Просто я считаю, такие женщины – это преступницы. Потому что от них зависит здоровье их семьи. Ведь это зависит от женщин. Вот ваш четвертый признак – это сниженный иммунитет. Пятый – это железодефицитная анемия. Ну, вы скажете, сейчас я знаю, вы скажете, при чем здесь йод. А снижение метаболической активности из-за йододефицита часто сопровождается недостаточностью железа в крови. Одно другое дополняет и помогает всасываться. Нет йода, нет железа. И вот в таких случаях анемия, как правило, носит невыраженный характер и проявляется уже на поздних стадиях. Гипотириоз, мы о нем рассказывали, это снижение активности щитовидной железы, связанной с нехваткой йода. Больного беспокоит шум в ушах, слабость, бледная кожа, покровы, головокружение. Обратите на это внимание. Это очень часто бывает у тех, кто булемии больной, кто больной перестает есть, знаете, диету хочет держать вместо того, чтобы правильно питаться. И ты не будешь полнеть. Ты не будешь полнеть. Если ты питаешься, добавляешь в свой рацион ламинарию, скумбрию, тунец. Если ты делаешь вот эти прогулки и питаешь свой организм, свои легкие йодом, вот таким воздушно-капельным путем, ты не будешь болеть. И у тебя не будет вот этого серого, кожного, бледного покрова, головокружений, шума в ушах. Обратите на это внимание. Это номер пять. Железодефицитная анемия. Из-за того, что не хватает йода, наступает железодефицитная анемия. Обязательно запишите это. А дальше – это лишний вес. Кто-то скажет, как? Да, не хватает йода. Сбивается деятельность щитовидной железы. Всё. Вырабатывает гормоны. Она же вырабатывает гормоны. Тироксин и трийотиранин. И вот они принимают активное участие в метаболизме. И при нехватке йода снижается выработка вот этих гормонов. А значит, и снижается метаболизм. Всё. И вот это приводит к накоплению жировой ткани. А проблема отёчности, о которой мы говорили, которая также характерна при йододефиците, она только усугубляет всю ситуацию. И вот это всё способствует появлению лишнего веса. Видите, как всё просто. Вот почему у людей гормональные, когда никто, и у меня с гормонами. А почему у тебя с гормонами щитовидка? А почему у тебя щитовидка? Да потому что ты экономила на своём здоровье. А теперь ты тоннами ешь гормоны, идёшь и относишь, как, знаете, мне эти люди, которые ходят в аптеку и стоят там в очередях, они мне напоминают, знаете, они как храм себе выбрали за аптеку, и они ходят в этот храм, в аптеку, и тоннами покупают эти лекарства, и они кланяются своим докторам-врачам вместо того, чтобы ездить к морю и благословлять Богу, и кланяться Богу вот здесь, что вот он создал вот такое вот уникальное место, где вы можете получать достаточное количество йода, достаточное количество здоровья и радовать себя, своих родных, близких, а также и окружающих. Вот я сейчас, в данный момент, да, сегодня вывела детей для того, чтобы они получили не только удовольствие от урока, но ещё и здоровье. Я делаю всегда, каждый год так, потому что, ну иначе жить нельзя, иначе жить, это мои самые лучшие друзья, вот они, я имею в виду дети. Дети – это бриллианты, они чувствуют отношение людей к себе, они чувствуют, это наши бриллианты, детей любить надо. И дальше признак седьмой – это снижение интеллекта. Вот это тот самый признак, о котором я говорила. Вот недостаток йода в организме приводит к снижению внимания, ухудшению памяти и интеллекта. Если мама с папой не брали в охапку, в охапку своё потомство и не вывозили к морю, грош – цена такой семье, таким родителям. Грош – цена. Потому что это всё ухудшает память, интеллект. Это ваши двойки у детей. Это ваше отсталое развитие у детей. Йода-дефицит снижает, я говорила, метаболизм. В клетках мозга также метаболизм снижается в клетках мозга. И из-за этого теряется способность запоминать даты, обрабатывать информацию, решать сложные задачи. Если йода-дефицит не устранить, то, возможно, развитие глубокой депрессии. Поэтому детям ничего не хочется. Вот такие, казалось бы, простые вещи, но они и простые, и в то же самое время сложные. Потому что это же нужно себя поднять. Это же нужно поставить цель. Это же нужно каждый год вывозить. Вывозить – это как… Вы же не ленитесь колоть антибиотики. Но почему вы ленитесь для того, чтобы не колоть антибиотики, вывозите детей? Занимайтесь детками. Ну, а я люблю вас. И занимайтесь собой. Особенно беременным вам больше всего нужно получать йод. Да всем нужно. Всем. Для того, чтобы не стареть. Для того, чтобы не болеть вот этим вирусом. Я не болела, и я знаю, что я не заболею. Потому что со мной Господь, со мной мудрость, и все, что Он мне дает на этой земле, я беру, и беру бесплатно. Я беру, и 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 я Продолжение следует...